183 фотографа со всех уголков России, почти 2000 работ. За короткий отрезок времени члены жюри конкурса отобрали лучшие снимки и наградили победителей. Мы все были очень мобилизованы в работе жюри по номинациям. Жюрили так, что как бы нормально. А представитель жюри у нас Владимир Вяткин, он из Москвы, дистанционный жюри. Работы расположены по номинациям. То есть каждый член жюри в табличке проставляет, так сказать, свои баллы. Они потом суммируются и те работы, которые набирают больше количества баллов, они проходят в итоговую выставку. Мы рассматривали отображение темы, техническое исполнение фотографии и самое главное, взгляд автора. В рамках проведения выставки запланировано несколько мастер-классов, на которых коллеги смогут обменяться опытом. Выставка организована Самарским областным отделением Союза журналистов при поддержке администрации городского округа Самара. Эта выставка, она позиционирует Самару. И мы говорим «самарский взгляд», подразумевая, что это взгляд, ну может быть, проломление из Самары или на Самару. И это бренд Самары. Фотографией Владислав Каневский занимается недавно, всего пару лет. На конкурс отправил 10 работ по разным номинациям. К своему хобби пришел, когда понял, что одной работой жить нельзя. Идея, представленная на конкурсе, родилась внезапно. Владислав сделал случайный кадр в студии, а дома понял, что именно в этом направлении стоит работать. Это очень неожиданно для меня было, то, что работу отметили. Я больше ради удовольствия своего снимаю, это не является не моей профессией. Фотография для меня – это в первую очередь исследование. И мне хотелось найти что-то необычное. И мой взгляд был на лампочки. Я никогда не видел, чтобы винтажные лампочки в ЧП обрабатывали. И когда я попробовал, я увидел, что это действительно интересная работа. И собрал небольшую коллекцию из них. Номинация «Эврика», в которой Владислав получил диплом, впервые была представлена на конкурсе только в этом году. Она отражает научно-технический прогресс. По словам жюри, в некоторых номинациях, таких как «Другая реальность», разрешено использовать постобработку фотографий. Но запрещено редактировать кадры, например, в репортажных фотографиях. Ольга Савельева – одна из тех, кто ценит живые кадры без обработки. Сегодня она пришла ознакомиться с работами авторов и вдохновиться новыми идеями. Я не первый год знакома с этой выставкой. Стараюсь каждый год посещать, смотреть за новинками, успехами наших самарских и не только самарских фотографов. Для меня более интересны люди и повседневная жизнь. Ну и события. Очень нравятся мне такие номинации. Мне самой очень нравятся репортажные фотографии, нравится повседневная жизнь. Такие живые фотографии с эмоциями. Лично мне это близка тема. В выставочном зале, кроме работ взрослых фотографов, представлено несколько интересных детских снимков, которые, по мнению жюри, не могли соревноваться с остальными, но имеют право выставляться наравне с ними. В следующем году организаторы намерены ввести новую номинацию «На пути к фотоолимпу», в которой дети смогут представить свои работы. Посетить экспозицию в течение недели могут все желающие. Вход свободный. Максим Магомедов, Николай Епифанов. События.